Всё чаще в СМИ проходит информация о неблагополучных семьях, где дети подвергаются опасности по разным причинам. Кроме этого, случается и такое, когда дети остаются без родителей и попадают в детские дома или дома малютки. Именно в такие тяжёлые моменты в жизни малышей и подростков появляются органы опеки, которые, рассматривая случаи, помогают детям изменить их условия проживания и воспитания, если это возможно. На данный момент на учёте в органах опеки и попечительства Артёмовского городского округа состоит 247 детей-сирот. Из них 67 – это дети-сироты, и 180 – дети, оставшиеся без попечения родителей. Из них находятся под опекой 45 детей, в приёмных семьях 190 детей, под предварительной опекой 6 детей. В отношении одного ребёнка исполнение обязанности попечителя возложено на наше управление, помещены под надзор в Центр социальной помощи семье и детям Артёмовского района 5 детей. Если подвести итог уходящего года, то за это время лишили родительских прав 46 человек в отношении 58 детей. Ограничили в правах на родительское воспитание 3 человека в отношении 5 детей. Также были выявлены и сироты. Подробнее об этом рассказала Лариса Ямскова, начальника отдела опеки и попечительства, учёта и отчётности Управления соцполитики Свердловской области по Артёмовскому району. Выявлено 6 детей-сирот и 28 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 25 детей устроены на воспитание всеми граждан. И, к сожалению, 9 детей помещены под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это дети из многодетных семей, дети со склонениями в развитии, в усумственной отсталостью, тяжёлыми хроническими заболеваниями. С 2010 года Центр помощи семьи и детям Артёмовского района исполняет полномочия органа опеки и попечительства по выявлению лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства. Если вам известно, что ребёнок остался без попечения родителей, может быть передан под опеку, существует угроза его жизни либо здоровью, находится в обстановке, представляющей такую угрозу, вы можете сообщить об этом в Центр социальной помощи семье и детям Артёмовского района по телефону 55161 либо по адресу посёлок Буланаш, улица Кутузова, 23А. Ещё раз повторим телефон 55161 или обращаться по адресу посёлок Буланаш, улица Кутузова, 23А, заведующая отделением Наталья Равильевна Родионова. Напомним, что Центр социальной помощи семье и детям ведёт работу с теми гражданами Артёмовского городского округа, кто выразил желание взять малыша под свою опеку или усыновить. Подготовка будущего родителя и опекуна – обязательная процедура абсолютно для всех жителей не только нашей территории, но и страны в целом. Кроме этого, разработана программа «Школа приёмных родителей». Разработана программа «Школы приёмных родителей» в соответствии с постановлением правительства Свердловской области, номер 1064 ПП. Курс программы рассчитан на 50,5 часов. Обучение в «Школе приёмных родителей» даёт возможность оценить свои силы, подготовиться самим, подготовить членов своей семьи к тому, что в семье появится ребёнок, узнать процессы адаптации детей, особенности развития и состояния их здоровья. Полученные знаниями, правовые, психолого-педагогические, медицинские помогут создать и в дальнейшем поддерживать благоприятный климат в замещающей семье. В результате обучения в «Школе приёмных родителей» кандидатам в опекуны, приёмные родители, выдаётся свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание свою семью ребёнка. После принятия ребёнка на воспитание в семью отделением сопровождения замещающих семей осуществляется социальное сопровождение такой семьи. Оказывается, психологическая, социально-педагогическая помощь. Отметим, кроме социального сопровождения, приёмная семья имеет право на социальные льготы и денежные дотации ребёнку или детям. О их размерах мы узнали у Ларисы Владимировны Ямсковой. На содержание ребёнка, не достигшего возраста 7 лет, 9156 рублей. На содержание ребёнка, достигшего возраста 7 лет, 10072 рубля. На содержание ребёнка, достигшего 12 лет, 10531 рубля. В случае, если опека или попечительство установлено над ребёнком инвалидом, размер денежных средств увеличивается на 30%. При передаче ребёнка на воспитание в семью выплачивается единовременное пособие в размере 18802 рубля. В случае усыновления ребёнка-инвалида, ребёнка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями или сёстрами, пособие выплачивается в размере 143669 рублей на каждого такого ребёнка. Кроме того, в соответствии с законом Свердловской области, номер 108 ОЗ, при усыновлении детей, оставшихся без попечения родителей, назначается единовременная денежная выплата в размере 57054 рубля. Единовременная денежная выплата лицу усыновившему ребёнка-инвалида назначается в размере 456 435 рублей. Также выплачивается вознаграждение за исполнение обязанностей родителя. Если воспитанием ребёнка занимается один родитель, дотация составляет 5400 рублей на каждого ребёнка. А если детей воспитывают два родителя, то сумма составляет 3750 рублей. Размер такого вознаграждения постепенно увеличивается на 30%, если ребёнок достиг 10-летнего возраста. На 50%, если малыш не достиг 3 лет, ограничен в возможностях здоровья или имеет хронические заболевания. А если вы взяли ответственность за ребёнка-инвалида, размер вознаграждения увеличивается на 70%. Конечно, деньги очень нужны, когда ты воспитываешь малыша, но на первом месте стоит отношение к нему. Тем более, если ребёнок уже в осознанном возрасте попадает в приёмную семью. И поэтому не сразу проявляет доверие к усыновителям или опекунам. Однажды уже преданы другими, очень трудно адаптироваться к новой жизни и условиям. Поэтому, приняв решение усыновить, подумайте ещё раз. Ведь ещё одно предательство может сломать малышу жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok